Центральный район и Дом культуры удивлял национальным колоритом. Здесь можно было попробовать башкирский мед и поближе познакомиться с продукцией пчеловодства. Своим многообразием поражала выставка декоративно-прикладного искусства. А выступления фольклорных коллективов помогали гостям праздника окунуться в обычаи и традиции башкирского народа. Розакарский район – частица нашей республики. Наши дела, наши дневные, тоже вливаются в труд республики с каждым. Мы, могу сказать, одни из лучших районов республики по своему бюджету. Мы самый нефтяной район, говорим, да. Мы самый спортивный район. Сегодня всем крепкого здоровья, благополучия, чтобы все было хорошо. У нас на рабочих местах, в семье, у соседей все было хорошо. Вот так вот. Понятно, что все мы с таким крепким духом работали на благо своего Краснокамского района и нашей республики. За многолетний добросовестный труд, знаком отличия за заслуги перед Краснокамским районом, был награжден Анорик Ханов. 33 года мужчина проработал в агропромышленном комплексе района. Более 10 лет в жилищно-коммунальном хозяйстве удостоен звания почетный работник Российской Федерации. Всю жизнь работал в своем районе. Инженером, председателем колхоза, зампредседателя по механизации. Когда пошли выборы, меня избрали председателем Краснокамской сельхозхимии. А потом уже по необходимости, по рекомендации опять районного руководства я возглавил Краснокамскую сельхозтехнику. В 99-м году опять меня решили перевести генеральным директором производственного объединения управления жилищно-коммунального хозяйства, где тепловые сети и коммунхоз были вместе. И там я проработал до пенсии. Почетную грамоту Государственного собрания Курулта Республики Башкортостан получила Ралина Махасимова. 40 лет она работает в Новокаянлыковском многофункциональном сельском доме культуры. К слову, учреждение является центром изучения башкирской культуры. С каждым годом увеличиваются коллективы художественной самодеятельности, становится работать лучше. Материально-техническая база у нас укрепляется. У нас есть фольклорный ансамбль «Ассаляр», которым руководит Габидулина Игульковиевна. Мы изучаем устное народное творчество тех времен, танцы, пляски, и все это отражается на сцене. Такие обряды, как туилас, сугамаш, кищутар и многое другое. Врачи, учителя, труженики села – все они по очереди поднимались на сцену за заслуженными наградами. Благодаря труду этих людей сегодня район процветает. За большой вклад в развитие муниципалитета почетную грамоту вручили старости села Новый Инзигит. На протяжении четырех лет он отвечает за благоустройство населенного пункта. Сейчас в нашем поселении в клубе идет замена окон. Потом крышу надо менять будет. Устроили детскую площадку, уже действует. Сейчас ремонт дороги, немножко грейдировать надо. Асфальт уже нефтяники делают. Это, слава Богу, хорошо. Еще хочу поздравить Ирину Александровну. У нее очень много, шесть деревень. За всеми надо смотреть. Рустама Маратовича. Нет-нет, нам очень помогает. Спасибо им большое. Каждый населенный пункт региона и страна держатся, прежде всего, на крепких семьях. Поэтому государственные награды, а именно медали материнской славы, вручили многодетным родителям. Раиса Козырбаева всегда знала, что у нее будет много детей, так как сама третий ребенок в семье. Я изначально знала, что я буду многодетной. Правда, троих планирую, но так получилось, что пятеро. Деткам говорю, что пять пальцев на одной руке, вот вы мне, как пальчики, все мои родные, близкие, любимые. И каждого я люблю одинаково. Вначале было сложно, когда они были маленькими. Сейчас уже выросли, друг другу помогают. Конечно, рады, очень приятно. До этого только муж дарил награду за рождение третьего ребенка. Ну, вот продают же в магазине такие покупные, да, сувенирные медали. Ну, теперь, да, государственная заслуженная награда. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом. На сцене выступили лучшие творческие коллективы Краснокамского района. Анастасия Дмирбаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова